Наша Земля — это единственное известное человеку в настоящий момент место во Вселенной, населенное живыми организмами. Однако, недавние открытия с помощью телескопов и космических миссий показали, что во Вселенной есть множество других миров, которые могут быть подходящими для наличия жизни. С вами канал ФакТОПС, и в этом выпуске я расскажу вам о ближайших к нам экзопланетах, на которых возможна жизнь. Кеплер-452b Экзопланета, которая носит такое название, расположена на орбите Желтого Карлика Кеплера-452 в 1402 световых годах от нас. Несмотря на такое большое расстояние, на эту планету стоит обратить внимание, потому что ее родительская звезда очень похожа на наше Солнце. Кеплер-452b была обнаружена космическим телескопом Кеплер, наблюдая за изменением яркости ее материнской звезды в момент прохождения планеты на ее фоне. Кеплер-452b на 63% больше Земли, а ее масса предположительно в 5 раз больше земной. Из-за такого предполагаемого сходства с Землей, планета получила неофициальное название – Земля 2.0. Кеплер-452b совершает полный оборот вокруг своей звезды примерно за 385 земных суток. Также экзопланета находится в так называемой зоне обитаемости. То есть, по расчетам, условия на планете должны быть близки к условиям на Земле и будут обеспечивать существование воды в жидком виде. Благодаря всем этим качествам мы можем рассматривать Кеплер-452b как многообещающего кандидата на наличие жизни и даже возможность миграции туда людей. РОС-128b Планета была открыта летом 2017 года телескопом HARPS или High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher в Чилийской обсерватории всего в 11 световых годах от нас. Чтобы вы понимали, ученым потребовалось почти 12 лет поисков для того, чтобы исследовать планету. Экзопланета располагается в созвездии Дзевы, а температура ее поверхности предположительно составляет от минус 60 градусов Цельсия до плюс 21 градуса Цельсия. Масса ее родительской звезды равняется 0,17 масс Солнца. Помимо всего этого, многие астрономы признали РОС-128b наиболее умеренной планетой, которая известна в настоящее время. Из-за ее физических характеристик и удачному расположению к родительской звезде, планеты совершают полный оборот вокруг своего светила за 10 дней и попадают в зону обитаемости. К тому же РОС-128b относит к планету земного типа. Благодаря всему вышеперечисленному, РОС-128b является одним из самых вероятных кандидатов в потенциально обитаемые планеты. Глизе-667c Планеты располагаются в созвездии Скрипиона и входят в состав тройной звездной системы. Среди них два оранжевых карлика в центре и один красный карлик, который вращается вокруг двух оранжевых. Глизе-667c располагается в 22,7 световых лет от нас и является второй планетой на орбите своего светила. Предположительно, масса Глизе-667c составляет 3,8 масс Земли. Что касается температуры поверхности, она должна составлять около 27 градусов Цельсия. Скорее всего, Глизе-667c находится в приливном захвате, то есть повернута к своей звезде одной стороной. Если наклонение её робиты не слишком мало и, соответственно, масса не слишком велика, то парниковый эффект, создаваемый достаточно плотной атмосферой, вполне возможно, создаёт на поверхности планеты достаточно комфортные условия для существования примитивных форм жизни. Поэтому мы можем рассматривать Глизе-667c как многообещающего кандидата на наличие жизни и возможной миграции туда людей. HD-85012b Эта экзопланета располагается в созвездии парусов на расстоянии 36 световых лет от Земли и была обнаружена летом 2011 года. Предположительно, поверхностная температура достигает 25 градусов Цельсия. HD-85512b Вращается вокруг оранжевого карлика HD-85512, который обладает массой в 0,69 масс Солнца. Возможно, на HD-85512b есть жидкая вода. Планета в 3,6 раз массивнее Земли и является самой маленькой из открытых методом радиально-лучевых скоростей, и, помимо этого, является второй открытой планетой, находящейся в зоне обитания. Родительская звезда HD-85512b светит слабее Солнца 8 раз, при этом расстояние от планеты до её звезды составляет примерно 0,26 астрономических единиц. В случае, если планета имеет атмосферу, подобно земной, с проникуемым эффектом, то приповерхностная температура составит 78 градусов Цельсия. Благодаря этим характеристикам, долгое время планета считалась одним из наиболее вероятных кандидатов на обнаружение жизни, но спустя какое-то время критерий обитаемости был изменён. Проксима Центавра B Эта планета расположена на расстоянии примерно 4,22 светового года от Земли в созвездии Центавра. Эта планета является ближайшей известной экзопланетой и одновременно ближайшей экзопланетой, находящейся в зоне обитаемости. Об открытии было объявлено 24 августа 2016 года и неофициально назвали планету «близняшкой нашей Земли». Планета не слишком тёплая, средняя температура – минус 39 градусов по Цельсию. С другой стороны, просто как обычно, суровая российская зима. Зато это полностью компенсируется другими её плюсами. Планета на 10% больше Земли, что означает, что гравитация вполне нормальная. Планета получает от своей звезды около 65% света, который Земля получает от Солнца, и находится в 20 раз ближе к своей звезде, чем наша Земля к Солнцу. Теоретически, на этой планете вполне могла бы быть жизнь. Но если она существовала, то в 2017 году она была уничтожена. Родная звезда планеты Проксима-Би устроила настоящие испытания. На ней произошла мощная вспышка, которая выглядело всё живое, если оно было на этой планете. По яркости эта вспышка превосходила в тысячу раз обычный свет звезды Проксима Центавра. На планете уровень радиации был в 4000 раз больше максимума, при котором живые организмы могут выстоять перед лучами. Вся вода на Проксима-Би в секунду превратилась в пар. Выжить при такой вспышке можно, но только если спрятаться глубоко под землей. Поэтому у некоторых видов бактерий был небольшой шанс на спасение. Ученым стоит обратить внимание на эту планету, но только с помощью роботов. И, скорее всего, мы не будем создавать здесь колонию. Потому что катастрофическая вспышка в любой момент может повториться. TOE-700D Вероятно, каменная экзопланета, вращающаяся вокруг красного карлика TOE-700, на расстоянии 101,4 светового года от Солнца в созвездии Золотой Рыбы, является четвертой по удаленности планетой в системе TOE-700. Она была обнаружена 7 января 2020 года телескопом для поиска экзопланет транзитным методом TESS. И является первой экзопланетой земной группы, находящейся в обитаемой зоне своей звезды, открытой на этом телескопе. TOE-700D – самая далекая планета в системе. Она делает оборот вокруг материнской звезды примерно за 38 земных дней. Теоретически, планета может иметь жидкую воду на своей поверхности. И, скорее всего, навечно повернута к своей звезде лишь одной своей стороной. То есть, находится в приливном захвате. Хотя для местной жизни последний факт вряд ли будет означать что-то хорошее. При наличии на планете плот и атмосферы, этот далекий мир в созвездии Золотой Рыбы могут населять очень необычные формы жизни. И, возможно, когда-нибудь человечество там окажется лично. Тигарден B Экзопланета, которая находится в пределах обитаемой зоны звезды Тигардена, красного карлика, расположенного в созвездии Овна, в 12,5 сытовых годах от Солнечной системы. Планета была открыта в июне 2019 года. У этой планеты есть очень невероятная особенность. Индекс ее жизнепригодности оценивается в 95%, что является наивысшим показателем среди всех обнаруженных небесных тел после Земли. Вероятно, на поверхности планеты есть вода в жидком виде, а также умеренные температуры и погодные условия. Скорее всего, у планеты высокие шансы на появление сложной органической жизни. Однако есть несколько «но». Планета обречена одной стороной к своей звезде, что означает, что планета находится в приливном захвате, к которому вряд ли смогли бы адаптироваться известные земные живые организмы. Из-за этого климат на планете может быть с крайне разбросанными температурами, и этот факт препятствует появлению сложных форм жизни. Кстати, планеты совершают полный оборот вокруг звезды за неполных 5 дней. Все планеты, о которых вы сегодня узнали, достаточно хорошие для жизни, но далеко не самые лучшие из тех, которые мы знаем. Большинство из них находится гораздо дальше от нас, поэтому в их изучении потенциальная колонизация может дотянуться на тысячи лет. А на какую из этих планет хотели бы отправиться вы? Расскажите в комментариях. И не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры сделал DimaTorzok